Трус не играет в хоккей, причем даже отсутствие клюшек и форме не испугало молодых участников городского соревнования «Золотая шайба». Со всех районов собралось ни много ни мало 56 команд. Те, кто вышел в финал, сегодня и завтра поборются за Кубок Тюмени. Наблюдал за ледовыми баталиями Вячеслав Мартынов. В турнире играют дворовые команды. С ними занимаются не тренеры, а спорторганизаторы по месту жительства. Собрать даже две пятерки таким командам сложно, да и с формой есть проблемы. Мы, что у нас есть какие-то, как там каски, клюшки, краги, мы им даем. Вот вчера у нас приезжала, то есть на район, когда приезжала, приезжала такая республика, называлась команда. Республика 124, во дворе. Так вот он привез, у него один мальчик играл и 8 девочек. На фигурных коньках просто, клюшки, в шапочках. Сюда прямо, прямо к забору открывайся. Иди, 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 иди вперед. Кадетское президентское училище выставило 4 команды на районных соревнованиях. А всего хоккеем занимается 80 кадетов. Практически каждый шестой гоняет шайбу. Одно из самых крупных у нас кружков, так скажем, хоккейных. Поэтому есть мальчишки, которые даже, прямо скажем, в прошлом году даже на коньках не стоял. А в этом году его, конечно бы, с удовольствием, даже Тюменский легион, я думаю, что бы взял бы. Сборная готовится выступить в хоккейном турнире среди кадетских училищ, который пройдет в Ставрополе. Но и здесь победы даются нелегко. Берут армейской дисциплиной и организацией игры. Команды полегче были. Вот, ну, есть некоторые ребята в команде, которые хорошо играют, некоторые похуже. Вот, с кем-то легче, с кем-то труднее играть. А так, ну, выигрывать надо. Команда 62-й школы проиграла сопернику. Лишь в серии буллитов. Девчонки в дворовых командах не редкость, но в финале оставились только в 62-й. Яна Крыженкова начала заниматься хоккеем прошлой зимой. Выбрала амбула защитника. Я корпусом хорошо играю. Как против мальчишек играют? Да вроде бы не сложно. Иногда бортик так нормально впечатываем, бывает. Вот так обычно просто забираем шайбу, обводим и все, и передаем нападение. Победители городских турниров будут представлять Тюмень в турнире «Золотая шайба» на областном уровне. Лучшие поедут на российский финал. Вячеслав Мартынов, Владимир Кондратьев. Тюменское время.